всем привет дорогие друзья с вами вновь программа двр диван вопросов от родителей и сегодня у нас очень необычный гость александр дмитренко александр здравствуйте приветствую сильная рука александр скажи пожалуйста представься думаю многие зрители еще наверное не знают кто ты но вот сейчас должны узнать я занимаюсь спортом а точнее боксом в спорте уже 23 года в профессиональном спорте 18 лет в любительском боксе я достиг то также определенных высот я чемпион мира среди молодежи я выполнил 18 лет на мотив мастера спорта международного класса я обладатель кубка россии уже среди взрослых это было в 2001 году и в 2001 году в конце я перешел профессионала в профессионалах я провел 45 поединков 4 проиграл 41 одержал победы был чемпионом европы среди профессионалов тяжелом весе я был чемпионом мира также среди профессионалов среди молодежи это титул ты можешь выиграть профессионалах до 25 лет я этим титулом владел вот так я также был десятки мировой ну в общем это мой путь все в край если вкратце все так описать то это мой такой путь был боксом александр ты попал на программу двр диван вопросов от родителей это также такая игра слов с дети верующих родителей я так понимаю что твоя жизнь связана с христианством и вообще с верой можешь рассказать пожалуйста про твое детство как вообще вера возможно повлияло на тебя то мировоззрение и вообще формирование я вырос в христианской семье моя мама второй раз вышла замуж и мой отчим он верующий человек он привел на церковь евангельскую церковь в городе евпатория это в крыму и с тех юных лет там с 9 9 лет я был наставляем слове я был слове и ну вот я и вырос пребываю слове то есть мы ходили в церковь мы молились разбирали слова молились каждый перед сном каждый вечер я читал детскую библию мне это было интересно там я я знал все эти истории там садом и его но и в потоп про иисуса но это было интересно мне на том этапе моей жизни но когда наступил переходный возраст это там 13 14 лет я начала был начал бунтовать и это не принимал я не хотел так жить потому что я думал церковь она только для пожилых людей они все равно там когда-нибудь умрут поэтому в церковь вот так и тогдашняя церковь начинающая церковь евангельских христиан она не могла дать ничего молодежи молодежи не было там интересно вот так и поэтому я маялся также на этих служениях когда прославление было уже думал когда можно уже присесть когда это прославление уже закончится потом когда проповедь началась с кем бывало такая я тоже думал когда это проповедь закончится вот так чтобы уже уйти домой ну то есть церковь не могла заинтересовать тогда молодежь и это очень хорошо было а до какого возраста примерно продолжалась вот эта борьба ну вот бунт до того возраста когда наверно начались проблемы когда начались проблемы в жизни так сказать во взрослой жизни я уже был и совершеннолетним я отдавал отчет где добро где зло что хорошо что плохо ну так и бог правил меня через определенные трудности в жизни чтобы я понял что почем и чему нас любить ну то есть мир был все равно интересен да да мне конечно мир был интересен да это так сказать но история будут нам сыне она продолжается и по сей день а если какой-то жесткий поступок за который вот стыдно в то время которые цели может обман тоже в каких-то вещах когда говорил неправду там своим родителям или ну сейчас на вскидку тяжело сказать помимо карьеры боксеры я так понимаю что в жизни еще место имеет быть служению это так да это так я член церкви новое поколение в городе гамбург я проповедую также в церкви когда есть такая возможность когда пастор дает мне такую возможность я свидетельствую я также провожу работу с детьми молодежи это моя специализация кстати я закончил факультет социальной работы на специализация это дети молодежь поэтому я двигаюсь в этом направлении и это не моя профессия это мое призвание я живу этим я наслаждаюсь этим не приносит мое занятие колоссальное удовольствие это максимально здорово вот у нас нас сейчас смотрят достаточно много молодежи какие основные посылы какие главные принципы ты стараешься передать в своем общении своих проповедях каждый человек кузнят своего счастья каждый человек кузнят свое счастье и дорогу дорогу за жизненный путь осилит идущий тот который идет не тот который сидит ждет отдыхает или даже просто молиться чтобы бог помог какие-то вопросы решить надо самому вставать и идти тогда будет бог устроят тут ту часть на которую ты не можешь повлиять и каждый человек кузнят своего счастья вот так как ты хочешь в жизни вот так как ты хочешь так она у тебя и будет если ты будешь прилагать усилия есть если ты будешь идти если ты не будешь сдаваться потому что бог не благоволит лентяям это истины да у меня мама любит говорить бог не может сдвинуть не двигающийся корабль если он не идет ты сначала иди а бог придаст и направлять насчет корабля также хочу подметить что мы все имеем страхи а как это а как то а как будет если я сделаю это ты только мы сможешь увидеть это как это будет если ты это сделаешь поэтому также из кораблем я такой пример привожу корабль может утонуть может для того корабль, чтобы он плыл, вот так, зачем нужен тот корабль, который стоит в порту, там все безопасно, там нормального, не может утонут корабль в порту. Правильно? Потому что он пришвартован. На кой сдался этот корабль? Если он стоит только в порту, он создан для того, чтобы плавать, поэтому, но есть также и опасность, что он может утонуть, и это правда. Также и ты можешь, есть такая опасность, что ты выйдешь там споткнешься и упадешь на пороге дома своего да я разобьешься лоб тогда что не выходить из дома ну то есть какие вот ты затронул тему страхов какие страхи препятствуют в основном и препятствовали тебе на твоем пути препятствует молодежи что мешает вот этому движению выйти из зоны комфорта начать движение что препятствует неуверенность неуверенность что страхи также что подумают люди что скажут другие если тебе это важно если тебе важно мнение других людей то ты это якорь это реально якорь который не будете давать двигаться вперед и как же преодолевать эти страхи нужно идти просто идти делать то что что ты считаешь правильным сражаясь со своей ленью со своей гордыней со своими страхами ты ты преодолевая это идешь вперед и тогда вот эти вот проблемы или эти страхи они просто исчезают потому что проблема она боится решение она боится решение как говорят у страха глаза велики на самом деле это так вот и смотришь и думаешь а также это будет вот и как я решу этот вопрос или эту проблему она прям глаза закрываешь и фантазия человеческая на те в таких красках все описывает и ты думаешь вот это да самое главное идти стать идти сказать я смогу все преодолею через все пройду и совсем справлюсь вот когда ты это говоришь когда это делаешь когда ты делаешь первые шаги на на пути к своей цели тогда эти проблемы не исчезают сами по себе и ты думаешь вот это да и ты получаешь на эти откровения это это тебя утверждает еще больше там где ты стоишь это не то что это не не пустая философия то о чем я говорю я взял я через мои вещи в жизни проходил я знаю я говорю это из своего опыта это непростая философия поэтому даже до чемпиона все зависит от тебя друг ты кузнец своего счастья у нас бывает несколько рубрик я так понимаю что ты достаточно близко знаком с библией читал у нас будет небольшая рубрика игра проверка знания библии поехали вопрос первый в новом завете люди называли саула другим именем каким иуда его имя не изменялось павел или давид павел все верно так еще вопрос кому бог велел назвать всех зверей и полевых птиц небес адаму моисею иову или даниилу адаму первому человеку и это правильный ответ какая книга в новом завете говорит о героях веры деяния святых апостолов послание к евреям 2 тимофея или послание якова евреям к евреям и это правильный ответ евреям точнее даже не спавел тоже павел он такой апостол павел он был такой но боец доволен он сражался то есть достаточно там брал также многие вещи веры но это правильные все ответы так что кто для вас является примером в библии вот главным героем примером главного героя не могу назвать у меня много героев библии и на которых я равняюсь которых вот их нежизненный путь который не прошли то есть это очень новым для меня говорит это это иов через что он проходил какие испытания это были это также иосиф братья его предали то есть и кем он был через что он прошел кем он стал потом так же иисус его его путь его служение его искушение то есть это это все прообразы нашей жизни нашего общества так как мы живем через что мы проходим имиду верующих людей дрались ли вы с мальчиками в школе такой вопрос да я дрался до когда до того как начал заниматься боксом как тогда начал заниматься боксом я драться не начал я стал наносить куда потому что те люди которые бокс это искусство поэтому боевые виды спорта называют боевым искусством правильно бокс это искусство это может немного как-то странновато или по-дурацки звучит я извиняюсь за мое выражение но это действительно так я не бью я наношу удары я знаю как это делать поэтому тут даже и уголовная статья имеется да то есть если узнают что ты спортсмен профессиональный спортсмен и кого-то там кому-то дал по шапке на улице то есть тут идет уже уголовная статья поэтому спортсмены профессиональные спортсмены или вообще спортсмены они не имеют права они не могут никого на улице никому нанести удар не смеют как родители отнеслись к такому выбору профессиональной карьеры бойца или как про профессиональной карьеры или или когда я вообще начал заниматься и когда начал заниматься в целом мама моя сначала она как бы против было говорить ну там синяки и все в таком плане на что боксеры там все хорошо но я занимался у меня были первые успехи и мне нравилось мое занятие этим миром спорта и ну все это было мое решение тогда мама успокоилась она видела мои первые результаты мои первые выигрыши грамма грамоты медали то есть так сказать оставила меня в покое со своими высказываниями что это не для тебя от чем родители хотели чтобы ты занимался но они меня ничем не заставляли заниматься я я принимал сам решение это моя это моя жизнь они родители те могут только показать направить тебя на путь а решение тоже сам должен принимать поэтому на самом деле спорт бокс помог мне сформироваться как личность как личности чему я рад и благодарен так же я нашел свой так сказать стезю свою линию жизни и не скатился по это потому что я долгое время стоял в церкви я долгое время также в миру вот так и у меня не очень хорошая так сказать прошлое было да то есть я ну как и у всех как и у всех блудных детей то есть было притча о блудом сыне она не тогда только была она бы она продолжается и сейчас посиди были ли непонимание со стороны родителей когда начали бунтовать и всякое такое ну корки там сложные отношения были были конфликты конечно были не без этого то есть но это было давным-давно я уже всех моментов там не помню но они сто процентов были они были и ну и порой даже было нелегко я ругались на повышенных тонах разговаривая с мамой что я то есть не хотел я ходить церковь это все было как бы ну не для меня потому что я же говорю еще раз повторюсь что церковь тогда она не могла приобщить молодежь не могла заинтересовать и поэтому мне было там скучно было не для меня то есть я не не виделся в церкви там не было молодежного служения нового она была она принципе была но там не происходило ничего чтобы мне нравилось чтобы чем можно было так сказать приобщить молодежь до заинтересовать там там этого не было какие моменты воспитания родителей тебе лично понравились ты бы применял вот к молодежи и вообще воспитание детей посоветовал бы нашим зрителям важные аспекты воспитания которые тебе у нравились в одну с твоими родителями как они воспитывали но моя мама она не могла со мной справиться потому что я был трудно воспитуем и так сказать ребенок и мой отец умер когда мне было 11 лет и улица меня так сказать воспитала то они уже с мамой тогда были в разводе они развели когда мне было восемь я был маленький улица меня воспитывал в том маму вышла второй раз замуж на появился очень но такого они воспитывали меня но я не тайно очень тяжело очень тяжело подавался воспитанию я уехал бабушки меня бабушка к себе забрала потому что мама меня хотела в интернат отдать для для трудно воспитываемых детей и бабушка жаль основном и забрала меня к себе в деревню я там работал я работал у нее была корова у него у него были там свиньи козы куры и я уже в 12 лет я уже войне я уже в 12 лет научился косить косой вот этой большой косой я не только и не вот так только через труд терпение и труд перетруют с малых лет я был приучаем к этому труду да вот как библия говорит в притчах 22 главе 6 стихе что настав юношу в начале его пути и он не сойдет с него когда состарится поэтому надо наставлять научать объяснять показывать как ишь на своем примере нас на своем примере я и когда я начал заниматься боксом занятие боксом то есть я хотел достигнуть высоких результатов в спорте высоких и мне было тяжело мне было нелегко но благодаря той работе ранее да когда работал когда очистил там и у коровы и у свиней вывозил это этот навоз и косил и косил эту траву для живности потом копал огород то есть но это было нелегко рубил дрова то есть я мне было там 12 лет 13 лет и то есть как я так сказать уже но физически был на определенном уровне когда я начал заниматься боксом то есть мне это помогло не я уже был физически так сказать покрепче остальных ребят своих сверстников то есть мне было легко преодолевать трудности не любит коса свинюшки сила это не то это не ты можешь ходить также не я не должен равняться на меня ты можешь ходить также спортивный зал заниматься отягощениями железо качаться да то есть раза развиваться ходить плавать то есть это хорошо то есть не не сиди перед телевизором или в комбеле в компьютере там или в телефоне то есть у тебя очень много возможностей поэтому все зависит от тебя ты кузнец своего счастья какой главный принцип передали тебе родители или ты сейчас стараешься показать молодежи думаю сейчас время сказать послание просто ребятам чтобы приняли для себя ну вот мы мы уже за сегодня приняли то что ты кузнец своего счастья это наверное основное до послание вот сейчас еще раз помимо того что нас смотрит много ребят молодых нас еще смотрят родители может быть ты дашим совет как им лучше находить взаимодействие ну как бы находить общий язык с детьми как правильно их воспитывать ну фундамент нашего общества на чем строится наше общество да это эти три это внимание это похвала и любовь эти три но любовь из них больше и детям и подросткам нужно двойная порция от этих трех чтобы не сформировались как личности это я сейчас говорю родителям чтобы они давали им это чтобы вот это вот внимание признание любовь это похвала и любовь также они в они были в ваших отношениях взаимоотношениях в ваших взаимоотношениях с детьми, но и определенные границы должны быть, потому что если не будет никаких границ, они будут сидеть на голове, так сказать, свесив ноги и плюя семечки, поэтому определенные границы должны быть, и от вас зависит, от вас родители, зависит становление детей, от вас зависит воспитание, поэтому не будьте суровы к ним, да, как притча говорит, что отцы не будьте суровы, поэтому окружите их этой вниманием, заботой, лаской, тогда они ответят вам добром, они ответят вам той же любовью, если будут какие-то упреки, если будут какие-то недопонимания, если вы будете говорить, ты должен, ты должен, ты должен, это будет приводить к раздорам, к ссорам, ну то есть ни к чему хорошему, я уехал из дома в 16 лет, в спортивный интернат, и это меня сформировало, те обстоятельства, нелегкие обстоятельства, также, которые меня окружали, и на каждом этапе времени нам нужны учителя, да, то есть мы когда родились, нас научили ходить, да, родители научили нас одеваться, обуваться, кушать, завязывать шнурки, другие учителя в школе они уже научили, они научили нас читать, писать там предметам различным, да, то есть какие-то знания, каким-то знанием нас научили, другие учителя нас научили пить, курить, ругаться матом, ну и остальными делами заниматься, да, это же тоже учителя, они что же нас научили, это не то, что ты сам пошел пачку сигарет купил, я хочу курить, все, я начну курить, а как это делать, то есть я кто-то объяснил, показал или выпивать, вот так, а уже в взрослом возрасте нам нужны советники, добрые советники, потому что есть злые советники, есть и добрые советники, которые тебе могут что-то показать, объяснить, дать совет на своем примере, поэтому держитесь таких людей, держитесь этих добрых советников, в принципе, родители, родители дети не слушают, уже в зрелом возрасте, да, то есть, когда тебе там уже 18-19 лет, у молодежи такое мнение, что я все знаю сам, ну такая немалая и гордость тоже, я все знаю сам, и мне ничего не надо, и когда родители тебе что-то говорят, у тебя влетает в одно ухо, в другое вылетает, а когда тебе говорят то же самое, другой человек, с определенным статусом в этом, в этом обществе, с определенными знаниями, да, то есть, ты уже прислушиваешься, хотя они говорят аналогичные вещи, те же самые вещи, родители ты не слушаешь, а этих людей слушаешь, поэтому это советники, это те добрые советники, которые должны быть в твоей жизни, вот они были у моей жизни, и благодаря им я достиг также определенных результатов, на каждом этапе жизни у тебя должны быть также советники, и ты выбираешь их сам, это лежит в твоей власти, поэтому, как говорят, как корабль назовешь, так он и поплывет, вот какие советники или какими людьми ты себя окружишь, вот такая жизнь у тебя и будет. Ты мог бы благословить сейчас и родителей, и детей, которые смотрят нас сейчас? Конечно, конечно, друзья, я вас благословляю, я вас благословляю и также и благодарю Бога за то, что он здесь с нами сейчас, он движется также в каждой семье, он движется в отношениях между родителями и детьми, пусть это будут добрые отношения, я благословляю каждую семью, каждого человека, который смотрит нашу передачу, я благодарю тебя, Господь, за то, что ты с ними, за то, что ты даешь мудрости родителям в воспитании детей, я благословляю также молодежь, которая смотрит наши программы и которая также может не смотрит, но будет смотреть в записи эту программу, я благодарю тебя, Господь, ты благослови, Господь, так как ты хранил меня, храни каждого человека, Господь, храни, дай силы через все пройти, все преодолеть со всем справиться аминь аминь дорогие друзья с нами был александр александр спасите за чудесный разговор надеюсь дорогие друзья да вы точно приняли для себя очень многое александр мы двр с вами был никит никитин всем пока все всем счастливо друзья до новых встреч а